Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на следующую неделю. Мы с вами посмотрим и проанализируем период с 16 по 22 мая 2022 года. Работаю сегодня с Тором Мэри Голд, а также с Золотыми Венецианскими Ленорман. Озвучиваю всегда для тех, кто практикует, кто сам интересуется колодами. Ну а Девам, я хочу напомнить, что неделя очень важная и значимая, так как у нас завершаются коридоры затмений. И 16 мая у нас будет полное лунное затмение в Скорпионе. Отголоски этого события каждый знаков зодиака прочувствует в своем секторе жизни. Мы посмотрим, к чему вам готовится. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что здесь по ситуации? Так, тройка кубков, тройка мечей, десятка мечей. О, здесь обрывать связи. Вот знаете, как кто-то раз и навсегда будет отрезан из вашей жизни, потому что по семерке жезлов это как закрыть свой круг окружения. Итак, смотрите, это знаете, как не простить предательство друга, коллеги, близкого человека. Это даже может быть, знаете, человек, с которым у вас просто мимолетный какой-то контракт, деловое соглашение. Например, вы там в аренду берете авто. Но человек вас в чем-то подставил. Так здесь не только разорвать соглашение, но и, скажем так, еще с обраточкой человек в этой ситуации вернется. Причем я не с позиции кармы, а вот знаете, четкая на месте. Тройка мечей, десятка мечей, это когда вы сразу, по ряду причин, получаете материальную компенсацию, либо еще ряд каких-то там случаев, ситуаций, когда сразу получите компенсацию за содеянное в отношении вас какое-то некорректное отношение в принципе. Но если смотреть в целом, разрыв любовных треугольников, ненужных отживших себя связи, соглашений, контрактов, родственников, которые как вампиры сидят на шее, ну то есть у каждого будет свое, но вот видите, точка невозврата. Ну давайте проанализируем. Итак, если на текущем этапе вы свободны, то видите, у вас здесь восьмерка пентаклей недоотношений, потому что восьмерка пентаклей это зацикленность на карьере, на бизнесе, на работе, на своей реализации, поэтому все связи для вас будут проходящими. Если вы в любовных треугольниках, вот это то, о чем я говорила. Вопрос предательства, который вы не сможете простить. Абсолютно. Поэтому здесь знаете, как настолько жестко ответить человеку, вы знаете, той же монетой, что... Сейчас, секунду. Только смотрите, какой здесь момент. Вот те, кто в любовных треугольниках, для вас здесь будет предостережение. Сейчас объясню, почему. Если вы собираетесь выходить из связи, кто-то будет манипулировать тем, чтобы окончить жизнь самоубийством, то могу вам сказать, что это не шутка. Здесь велика такая вероятность. Вы-то, конечно, здесь ни при чем, но я к чему это веду. То сразу обращайтесь здесь за помощью к врачу, психологу. Там, не знаю, давайте контакты, пусть проводят какие-то беседы. Знаете, чтобы вы потом эмоционально все это дело не выгребали. Если вы в стабильных связях, то по четверке мячей это может быть усталость, это может быть желание взять паузу в отношениях, дабы разобраться, нужна вам эта связь или нет, отдохнуть друг от друга. У кого-то может быть краткосрочный разрыв. Обратите внимание на вот эти вот моменты. Сейчас даже посмотрю, что здесь. А, и еще такой момент. Смотрите, для тех, кто в стабильных связях, ну, я буду говорить, как есть. Вам придется кого-то утешать, ну, то есть, допустим, партнера или партнерши, потому что по этим картам там может быть ситуация потери кого-то из знакомых, друзей или близких, и знаете, как оказать свою помощь или моральную поддержку в этом вопросе. Если карта смотреть с точки зрения работы и заработка, и на данном этапе вы не работаете, то могу сказать, здесь по ситуации рассчитывать только на самих себя, потому что даже если это какие-то соц.выплаты, выплаты, которых придется ждать долго. То есть, в рамках этой недели, это как разрушенные надежды в отношении получения, ну, ожидаемых вами денег. Если же вы в статусе соискателя, то по двойке Пентакли это искать альтернативу, потому что, допустим, та вакансия, на которую вы рассчитывали, либо на нее уже кого-то возьмут, либо будет отказ. Вы скажете, какой же в этом позитив? Потому что на самом деле по этим арканам, по двойке Пентакли, вы сможете для себя подобрать лучшую альтернативу. Поэтому здесь прекрасно. Если вы наемный сотрудник, восьмерка жезлов. Аркан, который говорит здесь о ситуации, значит, такое развитие событий. Первое, это, допустим, перемещение вас с одного отделения, из одного филиала или цеха вашего предприятия в другой филиал вашего предприятия. Причем это может быть даже не только территориально в рамках вашего города. Это может быть другой регион. Это, в принципе, другой конец страны, либо вообще иная страна. Поэтому для вас это, знаете, как скрипя сердцем. То есть сложная ситуация, которую вы пока эмоционально еще не готовы. Если мы посмотрим с другой точки зрения, то это может идти завершение деятельности и карьеры в связи с вашим переездом, отъездом у кого-то, возможно, эмиграцией. И для тех, у кого свой собственный бизнес, у вас здесь положится королева Пентакли. Это, знаете, как ради стабильности вашего дела, вашего предприятия, вам придется разорвать ряд соглашений, контрактов, либо попрощаться с некоторыми партнерами. Почему? Потому что сотрудничество с ними вам уже не приносит того результата, который вы получали ранее. По состоянию здоровья. Крайне бдительно относимся к системе сердечно-сосудистой. Почему? Потому что здесь магнитные бури. Либо просто аритмия тахикардия, то, что может вызывать тяжесть на сердце, боли, либо действительно может быть острая ситуация, ну как спазм. Почему я говорю, что здесь нет инсульта или инфаркта? Потому что карты мы трактуем в позитиве. Но если у вас, допустим, часто вы страдаете давлением, то это, знаете, как гипертонический криз. Поэтому с этим, пожалуйста, очень аккуратно. Особенно если кто-то там меняет регион, адаптация к новой погоде, к новым климатическим условиям, то с этим осторожно. Что в негативе? Дьявол, девятка жезлов, десятка пентаклей. У многих в негативе может идти финансовая зависимость от близких, от семьи. Либо как кабалаты тянуть на себе финансовое обеспечение членов семьи. И по девятке жезлов, как не видите пока перспектив, не видите защищенности. Плюс нехватка тех ресурсов, как бы вам хотелось, потому что по картам нужно будет намного больше, нежели вы пока зарабатываете, либо можете себе позволить тратить. Еще, знаете, как для кого-то, может быть, в негативном ключе это тянуть лепту, погашать кредиты, долги, обязательства членов вашей семьи, что для вас станет неприятным сюрпризом. Но тут уж как есть. Так, совет по картам по ситуации. Аркан влюбленный. Ну, влюбленный это идти на контакт, идти на компромисс, идти на соглашение. Знаете, как и это вопрос выбора, например, нового партнерства. Как я говорю, здесь разорвали связи и контакты с одними, пошли на соглашение с новыми. То есть новая деятельность, новые партнеры. Это, в принципе, вопрос выбора, как я говорила, в плане работы. Уйти или остаться. То есть вы будете перед выбором, перед направлением и развитием вашей жизни. Вот об этом говорят арканы. Давайте смотреть на неожиданность периода. Почему готовится здесь? Так, у нас здесь окно, букет, мужчина. И здесь солнце. Ну, что могу сказать? Это благоприятное решение каких-либо вопросов. Знаете, как и серия окна в Европу, которая для вас откроет мужчина. Но это так образно. То есть решение каких-то проблемных вопросов, ситуации благодаря мужчине, поддержка со стороны мужчины, солнце, свет в конце туннеля, решение каких-то проблемных вопросов или ситуаций. Для женщин решение вопросов с вашим искусителем, потому что откроется информация, потому что букет мужчина, товарищ искуситель, который жил в свое удовольствие. То есть внести ясность, пролить свет на это все дело. Ну, посмотрим. От вас будут ждать обратной связи, а вы мне скажете, как у вас отыгралось со временем по прошествии недели. В любом случае, мои хорошие, пусть у вас будет здесь по аркану влюбленной помощь, поддержка, взаимодействие. Пусть у вас будет ресурсность. Я вам искренне этого желаю. И закроем, поскольку там есть финансовые моменты, арканом десятка пентаклей и звезда для появления ресурсов в вашем поле, чтобы было много энергии. И, соответственно, вы могли себе позволить все то, что вы себе хотите. И вам искренне, от всей души, этого желаю. Вот таким у вас вышел период. От вас, как всегда, жду обратной связи. Для меня это крайне важно, потому что это позволяет и повышать уровень моего профессионализма, и это повышает рейтинг канала. Поэтому вносите свою лепту, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, а для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Тару, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!